Здарова, Артём! Здарова, здарова! Так, сейчас я подниму тут микшеры, все эти звуки. Все отлично, звук нормальный должен быть. Ну что, рассказывай, как ты вернулся, как нормально все прошло, а то так не общались с того момента. Нормально, это эконом бизнес-класс, я дозываю, четыре кресла занимаешь, короче, и спишь. Все русские в Америке остались, миграция. Ну, по ходу дела, да. Но я приехал, сразу тренинг сел, то есть что-то терять время. Ну, ты на Лейпциг уже сто процентов гонишь, да? Я уже в Лейпциге. А, ты уже в Лейпциге. Да, я вчера, когда там, позавчера приехал, блин, нет, во вторник, во вторник, да, это было утро, я весь день тренингся там на Корее. Там чуть-чуть поспал, там, ну, в самолете сколько смог, вот, и тренингся. И уже утром в среду поехал в Берлин, а тут на автобусе до Лейпцига. Ну, а тут в Берлин легче доехать, то есть без пересадки, как бы, а времени столько же примерно занимает, да, то есть на автобусе потом доехать. Ну, да. Вот. И уже сейчас в Лейпциге, то есть, как бы, вчера еще приехал, ну, сейчас отдыхаю, потому что, ну, я устал чуть-чуть физически. Не то, чтобы там джетлаг, ну, просто вот именно так чуть-чуть отдыхаю и уже завтра играть буду. Все понятно. Ну, ты в курсе, кто там вообще из СНГ-то еще поедет? Да, там все-таки есть браток, но братка не будет. Ну, мне сказали, да, что он на стриме сказал, что не поедет. Да, я не знаю, там еще админам две недели назад сказали, что браток не едет, а него почему-то не убираются. Видимо, бренд. Наверное, не знаю. Ну, вот касса есть еще, Артур. Да, с кассом я тут списываюсь, он уже сейчас в пути. Вот, он сегодня в 8 вечера должен в Лейпциг приехать. Вот, я думаю, мы с ним пойдем еще закупиться. Я тут нашел классный магаз. Тут, короче, можно еды наложить по 1 евро 100 грамм. Ну, там готовая еда, всякие котлетки, салаты. И в коробочку с собой берешь, на турнир прям можно будет завтра взять. Прикольно. Ну да, то есть вообще дешево и получается нормально. То есть можно будет подкрепиться, потому что там на турнире особо нигде будет поесть. Вот. Да, касс. Еще Арктур зарегался. Ну, получается, что вот из трех групп, первый групповой, самая легкая у касса. У него, в принципе, в группе только один игрок, это Риски. Такой вот англичанин. Ну, я уже, извини, перебью, я уже пробежал по группам немножечко. Вот тут вопрос, просто вообще, ну, я хотел сказать, ты там один живешь? Где-то там вообще остановился-то в этом Лейпциге. Да, еще один я там, ну, такой отель двухзвездочный арендовал. Один. Понял. Ну, давай по группам, да. Да, ну, смотри, самая простая группа получается у касса. Почему простая? Потому что он может выйти с первого места. Это очень важно. То есть второй групповой этап будет как строиться? Посев два игрока с первой группы, с первого места два со второго, как бы кто в первом групповом играл. Вот, поэтому касс может выйти с первого места, у него будет еще один игрок с первого места во втором групповом, и два со второго места будет игрока в группе то есть вполне он может вообще в третий потом проходить но это почему так произошло потому что касс челленджер вышел до пассив тут как бы по результатам и тут вот у касса уже есть втс очки за выход в челленджер там чуть-чуть его посеяли вот потом вторая по легкости группу блая и у арктура потому что у них браток не играет там какой-то бомж я не помню ник нын сеттинг был какой-то немец непонятно куда не известны то есть они скорее всего выходят оба то есть не осметь там процентов и просто вопрос том кто сперва кто со второго места ну наверно было из первого арктура сторон от со второго конечно арктура будет уже тяжело второго по ну что мы два игрока с первого из первого групповой один только со второго выйдет с ним вот и моя группа самая сложная из снг получается то есть у меня во первых чем группе опасен понятное дело да во первых от чем я хотела там не написано с кем я играю с первым матчем на тем ликвиде с чем феникс ты союлира мод играешь а ну вот именно значит у меня с и соулир кстати вот тоже этот оппонент он получается достаточно опасный но он так видел не раз я его как бы это ну игрок то известный просто ну какой он сейчас что он вообще может вот смотри он в барселоне там были отборы на барселону когда он сыграл финал иберия квалификация вот это испанская он сыграл 22-3 против majestica majestic был 6500 ммр а тогда вот второй момент что жуткий чизер а на новых картах я посмотрел там чизы только так заходит там короче до смешного доходит короче там есть карта можно просто over a повесить и забежать короче на вторую базу всеми линдями то есть типа ну лифт знаешь over как лифт разложил да да то есть у него сразу загружаются выгружаются собачки и забегают просто там нельзя стенку построить то есть naviga проход на вторую базу это одна карта на второй карте там есть три точки для лифта то есть не просто что ты передропываешь да вот именно для лифта то есть три точки их вообще хер спалишь на тайминге дропа да то есть я не может там три пилона стоять на тот момент и туда подвоешь просто оверов и тоже лифте шлингов вот с трех точках ну и еще одна карта там третья база золота у зерков и пушить идти нельзя потому что камни ломаются и еще одна новая карта там вот только одна там более-менее по-моему по-моему кислотная кислот на этом завод вот что такое называется а там сколько вообще снова в карте а не смотрел пока так что-то произошло что-то я тебя не слышу нифига не знаю связь есть что-то связь пропала ребят погодите так пока вердос отрубился может что-то случилось там на месте так все нормально там да что-то не знаю трубилась то есть я смогу уже как на второй серии подготовиться сыграть но лучше выиграть было псаллира и потом чама выиграть тогда бы я смог с первого места выйти и этом гарантировала бы лучшие шансы во второй групповой из которой я смог бы выйти в третью 4 новых карты из старых остались каталист black pink и неопланет это вот у игроков было пару дней по 30 на новых картах как бы это не в ладоре а как бы в костюмах короче привет вообще спасибо blizzard как-то читание непонятно сделали да так могли пусть часто на старых оставить турнир не знаю смысл какой был ну или хотя бы заранее в ладор там добавить хотя бы за неделю не знаю за 2 ну это не профессионально этот бомж подход там уже все высказали недовольство по этому поводу но это происходит не первый раз это происходит снова и снова как бы это на самом деле уже задолбал вот эти дрим хаки ты понимаешь тут еще самая проблема в том что вот они думают что это зрелище надо будет что новые карты карты да нихера весь турнир все сильные игроки будут черкать новые карты просто и как бы играть на трех картах на его планет каталисты black pink очень зрелище что три карты спарить весь турнир ну да мне ну кто то может уже прошарил для халявка какая есть кашни будет черкать скорее всего там не факт конечно да понятное дело да будут все черкать сильные игроки они более консервативно не черкать может какой-нибудь бомж типа саулира который там хочет зачистить на на новых спотах да я уверен что там будет любой матч двух сильных игроков они будут просто жестко черкать но потому что там все зависит от карты то есть страты как-то задрочил то есть вот возьмем любой матча пвт то есть для протиса важно чё пвт да есть карты там новые хорошие для пвт но на старых на на тренингах ты уже знаешь где апсов развесить где какой тайминг словить там где блинк там вовремя можно сделать еще что там какой-то прокси гейт поставить она новых ты не знаешь этих таймингов для террано примерно все то же самое он стоит где где чё там на на старых да как разводить там она новых не может не знать пвз пвз как бы ну тут вообще тут просто дропы говорят обо всем вот ну в зеркалках чуть менее это решает но опять же допустим в пвп и в твт есть такая вещь как прокси прокси бараки да там ну и у террано выбраться нас до старых картах все знают места сдают могут проконтролить а на новых картах можно не понять что там еще происходит как бы круче а сильные игроки будут черкать там никакой халявы не будет и когда будет играть коньки не знаю там ну представим любой масштаб 3 группового допустим там скарлетт против кого нить у термала или хара у термо уже прошел ну какой там скарлетт артинг пример ну и кто там что будет на новых картах играть я сомневаюсь только в плей-оффе из-за того чтобы опять будут добавляться новые но все равно сначала будут играть на старых она новых будет игры как бы не зрелищная типа ошибка получается да как в три же в три дня на турнир проходит получается да и причем первый день сразу три групповых стадии то есть это очень жестко особенности с 1 начинаешь самый жесткий первый день ты за первый день можешь выиграть 0 а можно выиграть 2 750 то есть выйти в топ 16 но это кстати неплохо кстати я что обратил внимание раньше разве не был призовой больше короче говоря в том году не 100 ты что ты ну то есть 20 а десятка было мне показал 25 а ну да они они короче часть денег с первого забрали и раздали там вот на 32 и 16 места побольше чтобы было то есть там было 1000 за 1000 было за 32 и 2005 нет не помню 2 500 по-моему теперь выгоднее ехать стало потому что ну проход в третью групповую уже получается как бы 1250 у нас что ли ну да но в лейпциг тяжело но в какой-нибудь монреале остин будет уже выгоднее ехать потому что там будет и состав участников послабее явно да то есть как бы не каждый поедет и до призы будут уже по выгоднее здорово пацаны в чате я там это не читаю чат то что девайсы сижу тут бургеры сейчас будем катать бургеров то есть элегантное решение тут прям я приехал вчера в берлин там написано было бургер с что-то короче на улице была таблица типа бургерс вот так все вернулся короче вот это пацанам в чате рассказываю cool story там короче какой-то ремонт шел берлине там было написано бургерс сначала там с бургерс а это бургерс не на ремонте бургерс было на паспортном контроле типа сюда бургеры сюда типа все паспорта вот а потом короче приезжаю в берлин там на александр плац выхожу типа главная площадь там короче идет ремонт и там короче ну такая вот знаешь тема да когда ремонт огораживают и там такие вывески типа ну не вывески а такая типа чем обернули вот это как бумагой там на ней нарисованы всякие да там типа что строится так я угарнулся чего там короче в одном месте этой штуки нарисовано типа два таких бородатых парня лет по 30 типа как они целуются короче при угарнулся нормально тут живете ребята в берлине и причем форме такие типа парни там один тип момент другой пожарник и целуются типа стоят типа любовь мира в германии после ремонта недавно у нас была новость в америке вообще два пилота военных летчика вертолет поженились ну ладно это короче уже отход от тема в общем завтра в 13 по центральной европейскому 15 по москве получается до начала да 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 не знаю я пораньше пойду может там разогреть во сколько ты его двигаться будешь просто я наверное часам 12 по москве сюда приду домой ну там к часу может быть если будет возможность как стандартно связаться можно в этом будет уже как раз наверно выяснить что там будет понятно кто из наших приедет да но не знаю там я думаю но я пойду где-то 9-10 утра то есть как раз к 12 может и к часу туда прибуду наверно вот ну к часу смысле по европе там не не к часу по москве то есть по европе в 10 в 11 туда прибуду давай я попробую там 12 прийти с еще не уйдешь можно будет связаться с короче нам тогда да я бы нормально но класса дня с кассом должен пересечь посмотрим так погоди я гляну поскольку третья групповая то есть у нас это в 19 только в 9 вечера по москве получается до стартует завтра поздновато 3 да но в третью я не знаю еще выйти надо там блайжет 1 к 1 начинают то есть это очень тяжело ну 2 будет очень жесткая там не будет ни одного бомжа вообще потому что из первой групповой можно легкой математикой как бы понять что первый групповой выйдут в сток хорошие игроки но там в крайнем случае худшие игроки кто выйдет со второго места это где-то 636 400 ммр а пацаны то есть то есть во второй групповой будет два пацана 7 к группа и два пацана там 16 500 16 300 примерно такой уровень или я думаю что даже было и будет ну тяжело достаточно выходить третью так что надо именно первую вторую прямо это самая жесть будет я так думаю все понятно все понятно суши но удачи тебе вам давай я просто не знаю получится завтра связаться или нет там уже как бы сам по обстоятельствам действую в общем выложу то запись нашу завтра стримить буду давай удачно там усыпайся отдыхай да я сейчас отдыхаю чисто тут ем знаешь так и просто вообще режим устал строим сплю ем сплю блин но то так чисто в гостишке да на улицу выходишь да там получается ну да да и потому что ну надо сил набраться завтра день просто ну если до 3 то есть встретит там может получиться что-то в 12 ночи выйдешь и как бы и там самые жесткие будут в третьей групповой то есть это не знаю нужно прям запас иметь есть такое дело да лан все начало удачи там всем это пацанам да да спасибо и те удачи спасибо что связался да в общем все до завтра ребята всем пока давай пока так ребят ну что ну что ребят короче поговорили обсудили немножечко я обещал свердоса на 18 минут сейчас выложу как вы смотрите завтра в цс ребят сегодня все хорош старкрафт сегодня нет я отдохну тоже 3 дня теперь плотненьких ожидается соответственно далее так что спасибо всем за внимание до завтра записи выложу час